Ну что, друзья мои, всем добрый день! Меня зовут Людмила Горбунова, я приветствую вас на моем канале. Сегодня мы будем говорить о уникальном, универсальном продукте из ассортимента Коралла Клуба, а именно этот продукт называется жир печени акулы. И чем же он уникален? Дело в том, что в его составе находится скволень. Это действительно очень активное и очень такое действенное вещество, да? И что же это за акулы? Мы будем говорить именно о глубоководных акулах, которые живут на большой глубине. Вообще акулы сами по себе, они очень интересные и загадочные существа. И их тело отличается прочностью, их тело отличается невосприимчивостью, и они способны противостоять любым инфекциям. За счет чего? За счет того, что в их организме находится очень большая концентрация этого непосредственно вещества скволена, и в самой печени его находится примерно 30%. И акулы проводят большую часть жизни на глубине где-то примерно 1 километр. И скволен при реакции с водой высвобождает огромное количество законсервированного кислорода, что, конечно, на той глубине очень важно для акул, но мы знаем с вами прекрасно, что кислород это тот элемент, без которого не может существовать ни одна живая клеточка. Итак, какие же еще функции у скволена? То есть скволен является одним из производных витамина А в нашем организме. И так же, как качественный холестерин, он регулирует работу нашей эндокринной системы. Еще, он улучшает естественный синтез витамина D и обеспечивает его транспортировку в наши более глубокие среды. Кстати, в следующих видео пойдет как раз речь о витамине D3. Это витамин, который находится тоже в Карловом клубе, именно в липосомальной формуле. Так вот, какую же роль еще играет скволен? Скволен стимулирует клеточный рост, то есть он является стимулятором клеточного роста. Он играет важную роль в биохимических процессах, для того, чтобы они находились в равновесии в нашем организме. И на самом деле скволен очень хорошо поддерживает нашу кожу, в том числе его можно принимать как внутренний, потому что он очень сильный иммуностимулятор, он хорошо стимулирует иммунную систему. Его можно применять так и внешне. То есть внешне, например, я использую его в качестве именно поддержания кожных покровов. Но его нужно применять, если вы применяете его на кожу, нужно взять себе за правило вот дней 20 пользоваться. Как это происходит? То есть эти капсулки, желатиновую капсулу прокалываем иголочкой, то есть одной капсулы хватает на два раза. То есть наносим, естественно, очищенное лицо, можно применять и вечером, можно применять днем. Он имеет немножечко такой, конечно, неприятный рыбий запах, но не скажу, что он очень такой едкий, да, то есть как бы можно вытерпеть. И наносить не только на область лица, вот здесь под глазками, еще и вот область, вот где ушные мочки и область шеи, декольте непосредственно. Потому что вот многие знают, что именно вот эти, вот эти области, то есть это вот те районы ушных раковин, где мочки и шея, они очень выдают возраст женщин, да, поэтому эти наши части тела нужно поддерживать, конечно, в нужном таком, в нужном достойном виде, да. И если мы говорим с вами о скволении, как веществе, вот то, что я перечислила выше, насколько это серьезное вещество, насколько большую роль играет для нашего организма. То есть если говорить о веществах, которые содержатся в природе, большое количество скволина находится именно в таком растении, как амарант. Но, к сожалению, после указа Петра Первого по неизвестным причинам он попал под запрет. Но существует очень много источников, где говорится, что раньше из амарантовой муки выпекали хлеб. Ну, знаете, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет человечество все равно пересмотрит свое отношение к многим вещам. То есть мы станем ближе с природой. Мы будем употреблять меньше синтетики. Мы вернемся к природным источникам, благодаря, и, конечно, к натуральным источникам, да, то есть к натуральным продуктам для того, чтобы в нужный момент помогать нашему организму очень хорошо стимулировать иммунную систему. Конечно, быть всегда в энергии, в балансе, в тонусе. И в профилактических целях мы после каждого приема пищи принимаем по одной капсулке этого жира печени акулы. Тем самым мы очень помогаем нашей иммунной системе натуральным продуктам стимулировать ее и укреплять. И, конечно, это, скажем так, продукт, который очень ценен, и я вам всем рекомендую обратить на него внимание, попробовать, то есть и помочь себе и своим близким поддерживать свое здоровье. Я желаю вам крепкого здоровья, здоровья вам, вашим родным. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и о всех видео вы будете узнавать, о новых видео вы будете узнавать первыми. Всех обнимаю, до новых встреч!